Добрый вечер! Информационная служба телерадо-компании Гомель протягивает свою работу в эфиры. У студии для вас працует Евген Паблавец. Мазырский район, другий год за пар, занесенный на республиканскую дожку гонору, як переможца с поборництва у сферы социально-экономичного развития. Сегодня на пытании слуха от шоу про мым эфиры радиостанции Гомель Плюс отказывал старшиня Мазырского райвыконкама Евгена Даменко. Церот переможца у республиканского госпоборництва у номинации «Будовництва» открыто акционерное товарыство «Мазырский домобудовничий комбинат». У номинации «Сельская господарка» державное предприемство «Саугазкомбинат Зара». Открыто акционерное товарыство «Беларуськабель» у номинации «По экономии энергоресурсов». У отповедности с решением Гомельского областного выканавшего комитета 19-го кроссовика 2016-го года на дожку гонору Гомельской области так само занесены. У номинации «Лепшая промысловая организация» открыто акционерное товарыство «Мазырский надтоперопрацовший завод» и открыто акционерное товарыство «Мазырсоль». У номинации «Лепшая организация газовой господарки» вытворше управление «Мазыргаз». У номинации «Лепшая организация сельской господарки» державное предприемство «Саугазкомбинат Зара». Тяжелее удержаться, но я могу сказать, что за 2014 год наш район занесет также на Республиканскую доску почета. Мы удержали свои позиции и приумножили их. И сегодня самое главное – это работа, это производство продукции. Не ради производства продукции, а самое главное, чтобы эта продукция была качественна и снижение затрат на ее производство. Вот над этими слагаемыми работают наши коллективы предприятий. В первую очередь, это модернизация предприятий, инновации, инвестиции. Если продукция будет качественна, дешевле стоит, то она будет востребована и в Республике Беларусь, и за ее пределами. Протягиваются встречи делегатов 5-го Усебеларусского народного схода с працованными коллективами. Местом черговой размовы стала Гомельская и Рынинская гимназия. З работниками установы адукации встретились одразу четыре делегаты. Депутат Палаты представников Национального схода Республики Беларусь Алена Астапюк, предприниматель Алексей Троцяков, урач областной психиатричной больницы Рустам Ляуковский и старший инспектор Новобелевского отдела внутренних справ Сергей Жуков. Как было отзначено на початку встречи, каждый беларус должен видеть близкую и далекую перспективу развития краины. Минавито про это ишла разнова. Гости огурчили педагогам основное положение черговой пятигодки. У приватности до 2020 года в нашей краине плануется вернуть рост экономики. На 10% повысить реальные грошовые доходы граждан, изнизить ставки по кредитам до 9-11%. Так само у бягучей пятигодцы треба створить полноценный электронный урад, поширить выкористание сучастных технологий у школах. Планируется в этой пятилетке обеспечить беспроводным интернетом все учебные заведения школы в Беларуси. И для составления учебников, чтобы лучше воспринимались и решались, учебники должны составляться не академиками, а именно учителями школ. Пытание нарыхтовки других материальных ресурсов зараз в остров стоит не только перед регионом, а и перед краиной в целом. А вырешить его может допомогнуть каждый из нас. Как это сделать? Отказ шукали на сегодняшнем посаджении Гомельского гарвы Канкама под обязанности у Марины Северьяновой. Коробку «Адаусянки» – те списаны в Ушневский сшиток. А потом отнести у специальный контейнер. Их у Гомеля около трех тысяч. Все лето заявится еще омаль две сотни. Это просто для каждого из нас. А вот заводская сортировка твердых бытовых отходов – процесс совсем не простым. Осуществляется сортировка коммунальных отходов и их дальнейшая доработка для технологического сырья на экспериментальном сортировочном биомеханическом заводе бытовых вторичных ресурсов в городе Гомель, где происходит сортировка отходов по виду. За пять месяцев 2016 года обеспечено извлечение порядка 25,4% или 5,9 тысячи тонн ВМР из последующих 23,2 тысячи тонн коммунальных отходов. Для сравнения Могилевья процент извлечения составляет 11,6%, в Бресте – 16,5%. А кроме того, кавнагадать об необходности сбору макулатуры, проводятся конкурсы и акции. Например, помеж классами и навод школами. Стать лепшим у навыкшальной установки классам по сбору папиры – это для детей особый гонор. Как вядома, кроме спортивного интереса, организаторы не забывают и о материальном захвачивании переможцев, и не глядяши на разностайные меры, до необходных тонн яще далека. Проведенные мониторинги издевили. Некоторые организации не отримали распоряджение сбирать макулатуру. И иншие при матью делу в этой справе увогули отмовились. А широк нарыхтовочих предприемств продавал другасные материальные ресурсы за мяжу. Следует отметить, что отдельные предприятия и частные формы собственности выявлены недобросовестные работы. Так, Туник, работая с крупными торговыми объектами, Юнифуд, АВИ, макулатуру, поставляет не перерабатывающим предприятиям республики, а за пределами республики Беларусь, что тем самым влияет на невыполнение его заказов. На неоднократные указания ситуация не изменилась. По такой же схеме работала и второматериалы 1, которые забирали макулатуру у Белвелиздена. В результате проведенных переговоров на выездном мониторинге Белвелизден расторгли договор с торматериалом 1 и по результатам тендера заключили договор с ООО «Мусорсор». Комитет для контроля летом традиционно проводит проверки якости харчевания у школьных оздоровленших лагерах. В этот раз у поля зроку контролюющего ведомства трапили детячие установы у Гомельского района. Как показала проверка, у лагерных столовых притрымливались не у всех нормов. Часом стравы на столах детей были легче не обходных. Часцы к уходному персоналу не хапала от поведной адукации и в опыту. И, как выник, не за все до выконывалась технология приготовления ежи. Наказание, прежде всего, понесут повара, которые допустили недовложение, готовые блюда, пищевых продуктов. Это административная ответственность. Штраф начинается от 10 базовых. Будут наказаны юридические лица, в подчинении которых находится данное оздоровительное учреждение. Также нами направлены письма в Гомель Энерго и в Гомельское отделение Белорусской железной дороги о принятии мер по наведению порядка в этих лагерях. Праца депутатского корпуса Гомельщины николе не обмежовывалась только законотворшим процессом. И за все дымела выразную социальную накерованность. До депутатов идут с масштабными пропановами и своими житевыми проблемами. У вынику ворожения знаходят питания как конкретных граждан, так и целых микрорайонов. Об работе депутатов на одном прикладе расскажет Ганна Ковалева. Сесть всей семьей за один стол у нас такого понятия нет, потому что места очень мало и буквально получается, что мы с мужем кушаем в одном месте. Половина детей здесь, только трое могут сесть за стол здесь и половина детей кушает в комнате. Дина Шараева показывает свою невеликую жилплощу. Восьмерок с детьми и мужем я наживе у двух покоевых кватеры, до заявления, какой жилье доводилось сдымать. Тут же жмадзетная семья долится опошней шесть годов. В 2014-м Шараевы подали документы на отрывание льготного жилья. Правда, гэтый весной рух Чарги практически спынился. Зрушить ситуацию с месяца допомог депутат Палаты представников национального схода Республики Беларусь, пятого скликанья, член постоянной комиссии по праце и социальных пытаниях Олег Левшуну. И литерально просто два месяца жмадзетная семья отрымала двух очаганных подарунок. Я хочу принести огромную благодарность Левшунову Олегу Федоровичу, его команде. Искренне спасибо. Ну, конечно, уже все. Уже можно с надеждой смотреть в будущее, понимать то, что государство является гарантом для многодетных семей. Двух и трех покоевые кватеры в этих домах по улице Жамчужная уже чекают своих новых господаров. Ключи от жилья Шараевы отрымают уже в Жнивне. До речи, люди, яким у свой час допомогли депутаты, не за все дозвертаются за этим сами. Частяком инициатива заходит сверху. Так отбылось за ассоциацией семью и детей-инвалидов с ДЦП и патологиями спинного мозга, члены, якой не просили в допомозе, алимели потребу ее и не чекана для себе все же ее отрымали. Семья Сорока Никиты получила вертикализатор. Это приспособление для ребенка, который не может самостоятельно стоять. Семья Кадыш-Дари получила прогулочную коляску, которая для нее очень важна, так как девочка не передвигается самостоятельно, у нее очень тяжелая четвертая степень поражения здоровья. Благодаря этому мама может вывести ребенка теперь на прогулку. В Ирошене знаходят проблемы не только конкретных людей, а и целых микрорайонов. Так, завершить в удовництвах этой дитяши поликлиники стало максимумом у самые короткие термины. Теперь медицинская установа для маленьких же Хароу 17-го микрорайона Хомеля находится у Кроковой доступности. Ну, было очень неудобно, потому что мы относились к поликлинике, которая находится на Победе, естественно, добираться было не очень удобно, так скажем. Сейчас, конечно, намного лучше. У нас педиатры замечательные, мы очень довольны, нам повезло. Меня поддержали избиратели, доверили, и я стараюсь оправдывать, как депутат Палаты представителей, то, что давало наказ в своей программе. И мой слоган, он был, он и остается. Слово «держу, дело, делаю», слышу людей и работаю для людей. Ганна Ковалева, Яугин Макеенко, телерадо «Кампания Гомель». Размова с депутатом Палаты представников национального схода Республики Беларусь пятого скликанья, членом постоянной комиссии по праце и социальных питаньях Олегом Люшуновым пойдет завтра у программе «Деялог». Программа выйдет у эфир на телеканале «Беларусь-3» у 18.01.50 хвилин. Свои питания вы можете задать, потелефоновавши по номеру промога эфира у Гомеля 77 68 45. У Гомельской области уже другий год реализуется новая форма занятости детей в летний период. Оздоровленшие пляцовки працуют при каждой школе, у дворах густонаселенных микрорайонов, а так само в господарках и для сельских домов культуры. Как организована такая праца, высветляли наши корреспонденты. Летняя оздоровленшая пляцовка – это новая форма работы, которая реализуется в Гомельской области. Кировничество школы, распроцовывая график отпуска у ТАК, каждый вечер педагоги займались с детьми на спортивной пляцовце. При жадании можно погулять у Вильейбол и провести соправданный футбольный турнир. Необходный инвентар детям выдадут педагоги, а это, как правило, наставники физкультуры займаются подрыхтокой усих спортивных забал. Если брать три часа вечерних, которые мы конкретно говорим, то я думаю, что 200-250 человек за эти три часа у нас проходят. Но большое количество детей, конечно, приходит и в дневное время. Родители приходят с детьми. Для педагогов это додатковый заробок. Для детей максимум весело провести час и батьки не супрыть. Наоборот выпускают. Иди лучше на улицу погулять, а дома сиди. Ну, свежим воздухом подожать, это очень полезно. Прыгаем, бегаем, катаемся. Подтягиваемся, отжимаемся, прескочаем. У городе дети сбираются от шостей за усел, школьных дворах, густонаселенных микрорайонов, у сельских населенных пунктах на школьных стадионах и пляцовках для сельских домов культуры. В этом году мы расширили этот формат и подключили сельские населенные пункты с подвозом детей в центральную усадьбу. Там, где нет учреждений образования, совместно с нашими коллегами с учреждений культуры, спорта, организовываем такие площадки по месту жительства для того, чтобы занять детей именно в сельской местности. Такие оздоровленшие пляцовки працуют все лето. Яухин Поболовец, Настасья Кучинская, Максим Славин. Телерадоя компания «Гомель». Выпускники Вучебного центра Министерства внутренних справ Республики Беларусь, которые будут проходить службы на территории в области, сострелись с Керовнистом управления внутренних справ Гомельского облаканкама. Перед отправкой у своих подразделений я не отрымали каштоунные парады и рекомендации. Усяго шерохи областной милиции пополняць 11 супрацовников. Керуньки Управления внутренних справ Гомельского облаканкама упевнены, что в будущем каждый из присутных станет саправдным профессионалом. Гэтамы будут садзейнышать больше опытные коллеги, які обовязково поделяцца с молодым пополнением своими практичными ведами. Так само выпускникам Вучебного центра пора или николи не спиняться над досягнутым, а завсюду мкнуться профессийно развиваться. Глаза горят у сотрудников, есть желание. С нашей стороны, со стороны кадровых подразделений, мы постараемся обеспечить их плавный вход в коллективы, постараемся обеспечить и решить вопросы проживания, оказать помощь при вхождении в должность, закрепим наставников. Ходка станут вядомы переможцы областного этапа республиканских споборництва по футболу «Скоранный мяч» у старейшей узростовой группе. Турнир проходит на стадионе «Сдюшар-8». Не так давно вызначилися команды, які представят Гомельскую область у республиканским финале у молодшей и средней узростовых категориях. Зараз настала черга хлопчиков 2002-2003 годов народжения. Удельнику поделили на две группы. У группе городов споборництвих 9 команд, у группе районов 11. Пироможцы сгуляют помеж собой у суперфиналя. Команда, яка станет мочнейшей, отправится на республиканский финал скоро нового мяча. Ее надбудется у веростни. Особливость турниру – удельники не повинны займаться футболом у специализованных секциях. ГТС-поборництву завсюду выкликает великий интерес у дятей. И проблем с тем, как собрать команду, нема. Гэты и иншы новины вы можете знайсти на нашем сайте в интернете по адресі www.tvrgomil.by На этом выпуск завершенный. У студии працывал Явген Паблавец. Усяго доброго и до встречи у эферы.